Эксперт по организационному развитию, основатель, эксперт хаба Бессахара. И сейчас микрофон перемещается к Ане. Вот, я очень жду, и что-то я на экране не вижу. А я тут, здравствуйте. Аня, вижу уже, ура. Да, мы вас потеряли, мы тут чуть-чуть раньше закончили и вас потеряли. А я честно жду времени. Да, правильно, все, да, все вовремя, главное. У меня было время на объявление. Вот, передаю микрофон, Аня, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Очень рада вас всех видеть, кого-то видеть прямо в портретах, кого-то видеть по именам. И спасибо большое за такую возможность рассказать о моем проекте, о том, что я делаю, потому что я тут выяснила неожиданное и вполне себе ожидаемое. Про нас, про всех очень мало, кто знает. Мы вроде как все время на каждом, кажется нам, что мы на каждом углу о себе кричим, сообщаем, уже все мы уши намозолили, и сил уже нет повторяться. А потом вдруг раз, и встречаешь человека, который говорит, ну, а вы кто, извините? Самое смешное, что приходит на консультации и первый задает вопрос, а вы кто, извините? Ну, ладно, это я о больном. Значит, кто я? Я вам быстренько расскажу, кто я, чтобы вы понимали, откуда вообще вся эта история. Я с 2004 года работаю в некоммерческом секторе. И так получилось, что с самого начала работаю руководителем. Вам, наверное, это не странно слышать. Очень многие так и начинали. Мы создаем свою организацию, и мы в ней руководители, уборщица, и менеджер по проектам, и фандрайзер, и все на свете. Но так или иначе, вот первая моя должность в некоммерческом секторе была руководителем директором. И с тех пор я работала в нескольких организациях. На самом деле, не в большом таком списке. Я подолгу работала. Но думаю, что вы знаете более или менее их все. Это сначала проект «Отказники», а потом фонд «Волонтеров помощи детям-сиротам». Затем это фонд «Дети наши». После этого я создавала и была первым директором фонда «Нужна помощь». И последнее мое рабочее место с трудовой книжкой – это фонд развития Политехнического музея, который сейчас называется… Господи, простите. Нет, он не так называется, но у меня вылетело название новое. «Будущее время». Вот, он называется сейчас «Будущее время». Очень хорошее название на самом деле. Почему-то у меня заклинило немножечко. Я всю жизнь занимаюсь именно оргразвитием, именно административной, если можно так сказать, деятельностью. Программные сотрудники меня всегда восхищали. И мне кажется, что это вообще большая часть важная в некоммерческом секторе. Но поскольку меня не бесят таблички, документы и все, что с этим связано, то на меня всегда эту работу и вешали. Так вот я в этом и осталась. И поэтому, когда я решила, что мне уже, ну, можно сказать так, тесно в рамках одной организации, и я решила делать свой проект, который поддерживает разные организации, то, естественно, он про оргразвитие, про административную деятельность, все, что мы называем так или иначе административной частью. Я, если можно, вам расшарю экран для того, чтобы с одной стороны показывать сразу проект, а во-вторых, у меня будут подсказки. Собственно, Эксперт Хаб без сахара – это проект, который объединяет руководителей некоммерческих организаций. Под руководителями некоммерческих организаций я понимаю не только директоров, а руководители направлений, руководители программ, проектов, в общем, всех тех, у кого так или иначе встречаются в работе управленческие, менеджерские функции, когда нужно собрать команду, когда нужно распределить обязанности, когда нужно посчитать бюджет и так далее. Почему я выбрала работать с руководителями? Потому что я считаю, что все начинается, как раз, у рыбы все начинается с головы. Принято говорить, что рыба сгниет с головы, но на самом деле и хорошее у нее тоже с головы. Поэтому если вложиться ресурсами в руководителя, то и у организации все будет отлично, и в целом в нашем некоммерческом секторе все будет замечательно. Вот такой у меня план. Что у руководителя с точки зрения именно организационной должно быть под контролем? Ну, прежде всего, это стратегия, представление о том, куда мы двигаемся, каким путем и вообще зачем все это наше деятельность. Процессы – то, как мы двигаемся, по какому пути. Если стратегия – это точка на карте, то процессы – это сам путь проложенный, так или иначе. Финансы – моя самая любимая тема. Простите, я вам потом еще про нее чуть-чуть скажу. Это очень важно и нужно, и мне кажется, это важно. То, что должен контролировать руководитель обязательно. Работа с командой. Ну, тут я не буду вам открывать большие тайны. Работа с командой – это 80% работы руководителя. А также документы, коммуникации и еще две вещи важных, про которые мы, к сожалению, всегда забываем. Это вот наш пресловутый work-life balance, когда не перевешивает работа, наши хобби, интересы, семью и так далее. И собственное развитие. Руководитель не может вырастить команду, если он сам застрял в какой-то точке и не развивается, не двигается. И вот по всем этим направлениям я стараюсь помогать руководителю. Что у нас сейчас есть и чем мы можем, собственно, помочь? Это прежде всего практическая база знаний. Это база, в которой списочком, табличкой собраны различные материалы, памятки, чек-листы, полезные видео и так далее. Мы эту базу постоянно пополняем. И самый простой способ туда-входа – это мой канал в Телеграме, который называется «Без сахара». И там я… Он, как это называется, авторский. То есть он старее про мое восприятие чего-то происходящего. Там редко бывает прям чек-лист, чек-лист, делай так, делай сяк, и все у тебя будет, счастье у тебя будет. Там скорее мой анализ и мое понимание того, как должно быть, и обсуждение с вами, с подписчиками каких-то сложных моментов. Сообщество единомышленников. Ну, собственно, это… Я очень стараюсь, я очень стараюсь объединять руководителей НКО, до которых всех, до кого могу дотянуться, в разные кучки. Я бы даже так сказала. У нас есть встречи для руководителей НКО, и сейчас они пока в Москве происходят. Но я надеюсь… Как только я приезжаю в какой-нибудь город, я ее там тоже организую. Но, к сожалению, это пока не регулярно. Но мы очень надеемся в ближайшее время запустить онлайн встречи, похожие на наши встречи в четверги, чтобы у региональных руководителей тоже была такая возможность пообщаться, поделиться опытом и обсудить наболевшие вопросы. У меня есть часть, без которой, наверное, никуда не деться. Это консультирование. Я называю это сопровождение до результата, потому что мы всегда с организацией, с директором, с руководителем определяем конкретную задачу, куда мы хотим прийти, какую проблему мы хотим решить. И вместе решаем ее. Там есть разные форматы. От менторства – это просто как бы еженедельные или раз в две недели встречи с обсуждением конкретных вопросов, до больших проектов по сопровождению, например, по внедрению управленческого учета или по подготовке и проведению стратегических сессий и так далее. И большой блок работы, который, мне кажется, очень важный, это аутсорс. Это, сейчас скажу, есть у нас какие-то задачи, которые мы не можем никаким образом никому отдать. Нам все равно нужно работать с командой. И даже если мы такая большая организация, что у нас есть HR-директор, например, нам все равно нужно понимать, что происходит с командой, регулярно держать руку на пульсе и так далее. Есть какие-то вещи, за которыми не уследишь, и прям ужас финансовый. Но есть довольно рутинные штуки в каждом из этих блоков и в HR, и в финансах, и в документах. И обычно эти штуки мы либо нанимаем сотрудника, либо можем отдать на аутсорс. То есть отдать в какую-то компанию, которая за нас это делает. Ну, все сталкивались точно с аутсорсом бухгалтерии, очень многих именно бухгалтерий на аутсорсе. Но мне кажется, что многие вещи, юристы тоже бывают, да, как-то сопровождают нас. Я для того, чтобы развивать эту историю, сделала сервис для управленческого учета в некоммерческих организациях. Он называется «Лемонпай». И он как раз призван снять с вас вот этот груз очень специфической деятельности. То есть вам все равно, конечно, никак нельзя упускать из вида какие-то крупные вещи, контролировать и так далее. Но именно этот сервис позволяет вам не целыми днями заниматься тем, что в табличках ввести самим данные, смотреть на них и пугаться, или волноваться, как минимум. А позволяет вам просто смотреть только на готовую уже информацию и анализировать ее с точки зрения принятия управленческих решений. Наверное, я быстренько покажу конкретные проекты, которые у нас есть в рамках этих блоков, которые я вам описала. Значит, про встречу в последний четверг месяца я вам сказала. Если вы в Москве или вы вдруг в Москве в любой последний четверг каждого месяца, пожалуйста, приходите на наши встречи. Нужно зарегистрироваться, но они бесплатные, и мы там небольшим кругом, не больше 15 человек, садимся и обсуждаем конкретную какую-нибудь тему. Вот, например, в этом месяце у нас тема документы. мы будем обсуждать, как организовать работу с документами в организации, какие бывают технологии, какие бывают проблемы и так далее. И до, просто складывать по папочкам, кто должен этим всем заниматься, что должен не упустить руководитель и так далее. Ну, и дальше темы встреч до конца года тоже расписаны. И вот сразу вам покажу, что на основе этих встреч я пишу выпуски рассылок. Вот рассылка – это, если встречи, они для людей, которые могут чем-то поделиться и могут что-то рассказать, то рассылка – это, в общем, для всех, это такой материал, который по конкретной теме собран максимально практичный для того, чтобы понять, как подступиться к этой теме, как ее начать у себя внедрять, отслеживать и так далее. Могу вам показать, ну, например, пример выпуска. Он не совсем стандартный, потому что обычно все-таки есть тема конкретная вполне. Вот, например, документы, да, и там будут разбираться всякие детали, подробности. А вот этот выпуск, он был в конце, в начале 23-го года, и он называется «Календарь руководителя». И здесь, вот прям вот так он и называется, и здесь по месяцам отмечены какие-то важные даты, и каждому месяцу присвоена совершенно волонтаристке моей идеей какая-то тема. Вот в июне у нас были процессы темы, и мы ее обсуждали на встрече, и по этой теме была рассылка, а в июле у нас документы, и мы в календаре есть как наброски, да, о чем надо подумать в этой теме, а дальше мы просто и на встрече, и в рассылке подробнейше в это углубляемся и разбираемся. Ну, и вот, например, в августе очень важная тема, как мне кажется, нет, не в августе, в августе, да, все правильно, это тема отпуска. Не забыть про отпуск, бросить свой ноутбук где-нибудь подальше, и к нему вообще не возвращаться, и вот это вот все, что мы совершенно никогда не умеем делать. И прям пять секундочек еще, если можно, я вам покажу все-таки Лиман Пай, потому что это мое детище, которое, мне кажется, очень важным и интересным, и нужным, но, к сожалению, очень трудно идет, я вам скажу честно, в некоммерческих организациях. Руководители НКО так сильно загружены поиском средств, выживанием в условиях ограниченных ресурсов и так далее, что на контроль финансов у нас у многих не хватает времени. И разговор о планировании, финансовом планировании, разговор о том, чтобы как-то отслеживать, анализировать данные и делать какие-то предупреждающие действия, чтобы не случилось там ничего неприятного, к сожалению, с этим у нас большие проблемы. И вот, ну, как бы, самые частые проблемы, с которыми мы встречаемся, это когда в гранте пришлось вложить свои деньги, потому что вовремя не отследили, да, или, например, донор очень хочет отчет срочно, а бухгалтер говорит, ну, подожди, у меня своя бухгалтерская отчетность, давай через две недели. Или наоборот, донор говорит, готов дать денег, на что вам дать денег? Дайте смету. И опять же, у вас нету готового, ничего на руках, вы не понимаете, где это, посмотреть как, и это сложно. Кассовые разрывы, когда вроде деньги есть, донор, у вас есть обещанные деньги, но вы вот прямо сейчас нечем заплатить зарплату, приходится с сотрудниками разговаривать, просить подождать и так далее, это все очень неприятно. И управленческий учет, сервис Лимон Пай, именно про управленческий учет позволяет вам предусматривать вот такие проблемы, видеть динамику, планировать расходы и доходы таким образом, чтобы ничего вот этого неприятного не происходило. Это сервис платный, сразу вам скажу, но он совсем недорогой, он стоит сейчас в базовом тарифе 2,5 тысячи в месяц и, соответственно, 24 тысячи в год со скидкой за годичную оплату. И он очень интуитивно понятный, удобный, в нем не нужны дополнительные программисты, или бухгалтер, который будет в этом участвовать. Вы можете делать там все сами, или вы можете поручить это какому-то менеджеру, там все максимально просто. Кроме того, у нас есть техподдержка, которая вас поддержит, на то она и поддержка, и проведет за ручку, и настроит, и так далее. В общем, мне кажется, что это важная вещь, которую нельзя упускать из внимания. Это очень важно. На самом деле, конечно, есть и другие возможности ведения управленческого учета, и прежде всего, многие организации, на самом деле, ведут его просто в Excel, и Excel действительно хорошая, классная вещь, но у нас в Лимон Пае есть роботы, которые побеждают Excel, потому что они делают часть довольно занудной и скучной работы за вас. У нас, еще раз повторю, есть канал без сахара, в котором можно узнать подробно все, и вообще просто подписаться и читать, или комментировать, или читать и комментировать. У нас есть отдельный канал для Лимон Пае, для тех, кто заинтересован в вопросах управленческого учета, не только в Лимон Пае, даже если у вас какие-то другие способы, нам все равно, мы просто рады обсуждать с людьми, которые интересуются управленческим учетом, управленческий учет. И всегда мне можно написать в Telegram-канале, и, наверное, я могу в чате написать имя, куда, собственно, писать. Вот, спасибо. И я готова ответить на вопросы, если это подразумевает формат, и они есть. Формат подразумевает. Коллеги, если есть вопросы, задавайте. С вопросами сегодня туго. Вопросы, как правило, у меня. Да, ссылка на канал спрашивают. Сейчас дам. Ссылку на канал. Куда больше. Это, да, проблема с вопросами, довольно частая проблема. И даже... Нет, ну мы же нежно, мы сегодня учились нежно со стейкхолдерами, нежно с участниками, поэтому никого не заставляем задавать вопросы. Просто предполагаю... Территориально где вы? В Москве ли? Я лично территориально в Москве. Ну, в общем, в Подмосковье, но... Но, да, в Москве. Но многие из наших форматов, они онлайн, и поэтому годятся для всех. Консультирую я тоже в основном онлайн, потому что, как я сказала, я живу в Подмосковье, мне лень ездить в Москву. В общем, вот так. Встречи. Единственное, что очные встречи, они в Москве, да. Очные встречи в Москве. Спасибо.